Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как справиться с болью и страхом, что тебя не любят? Очень трудно писать, но мне необходимо поделиться с кем-то с у меня на душу. Основное негативное событие это то, что моего будущего мужа братьло ко мне влечение физически. Он возбуждается, но секс со мной не хочет. Прочтение называет моё неуверенное в себе поведение стеснение, с чем я не согласна. Попросила его обратиться к сексологу, но пока проблема не решена мне очень плохо. Первое, с самого начала наших отношений я не была уверена, что меня любят в эмоциональном плане, так как молодой человек сравнивал любовь ко мне с любовью ко всему живому. Проблемы с лечением ко мне начались почти сразу после того, как стали жить вместе. Он указывал на моё поведение, которое его не возбуждает. Хотя я всегда веду себя так, как я чувствую и была искренней. Я старалась быть более активной, сама проявлялась инициативу, но когда секс стал происходить только после моих инициатив, у меня больше не осталось сил. Я в этом не чувствую себя желанной, любимой и нужной. Третье, эмоциональное состояние закупляется тем, что через неделю мы идём за окна, а мне опустились руки. Из-за проблем в сексуальном плане я не уверен в будущем наших отношений, если как раз прихожу к мысли, что, возможно, я не тот человек, которому нужен, и, возможно, со мной живут и говорят, что любят, потому что это удобно, но настоящих глубоких чувств я не вызываю. Из-за этих переживаний я отдаляюсь эмоционально. Часто плачу, не знаю, что делать. Внешне держусь, но внутри тяжёлая подсота, разбитость, дезориентированность. Ну, я полагаю, что ключевой фактор здесь в том, что вы не уверены в себе. Это один из ключевых факторов. Вот. Вы в себе не уверены, и как бы этот момент, момент того, что вы в себе не уверены, что вы переносите на мужчину, на молодого человека, по сути. У вас занижена сама оценка, вы сомневаетесь, что вот в своей, получается, ценности, вот, и, собственно говоря, это является, ну, пожалуй, что ключевым, ключевым фактором, ключевым моментом в вашей ситуации. И, соответственно, в первую очередь решать нужный вопрос, пожалуйста, то принятие себя, вот, и уже дальше смотреть, собственно, на то, в каком ключе и как вы хотели бы вот выстраивать отношения с молодым человеком, то есть смотреть на, ну, на какую-то гендерную модель, да, поведение, то есть как вам хочется, как вам нравится и так далее. Сейчас вам это сделать мешает именно ваши страхи и, ну, сомнения, сомнения в том, что вы достойны любви, вот. Ну, как, ну, как мне это видят, по крайней мере, по крайней мере. Вот это ключевой момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание, вот. Дальше, 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 дальше идём. Вы пишите боль и страх, что тебя не любят, а что, что в этом для вас страшного, что вас не любят, то есть почему это страшно? На мой взгляд, это очень сильно про страх того, что вас используют, то есть, ну, вот, вы боитесь того, что вас используют. Вот, а если вы боитесь того, что вас используют, то это история про личные границы, конечно, в первую очередь, потому что у человека появляется этот, ну, сильный, сильный страх того, что его могут использовать именно, когда у него есть проблематика личных границ. Вот, вы говорите, что молодой человек указывает вам на некоторые элементы поведения, с которыми вы не согласны, вот. И тут очень важный момент, ну, если вы не согласны, то, соответственно, вы, во-первых, не будете это менять, вот, ну, начнём, как бы, начнём с того, что вы, наверное, и не, и не должны ничего, ничего менять, вот, пожалуй, начнём с этого. Но, тут важно немножко другое. Тут важно то, что молодой человек как-то изначально вас не принимает, такой, какая есть, и связано это может быть, ну, только с тем, что... вы не принимаете сами себя, вот, то есть, вот, это очень важный момент здесь, как мне кажется. Дальше, непонятно, почему вы попросили бы обратиться к сексологу, вот, если он не хочет с вами секс, как это связано с сексологией, с сексологией. Вот. Вы пишите, с самого начала наших отношений я не была уверена, что меня любят в эмоциональном плане, так как молодой человек планировал любовь ко мне, с любовью ко всему живому. Вот, тут очень важный момент, что вам важная любовь, важно, что вас любили, вот вы сами видите ли проблему в том, что, ну, по сути, фиксируетесь на том, любят ли вас, а не на том, любите ли вы, любите ли вы, вот. То есть, это очень важный момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. То есть, видите ли вы сами, что вы фиксируетесь на этом, то для вас это важнее. И считайте ли вы за проблемой. Так, он указывал на моё поведение, которое его не возбуждает, хотя бы я навела себя так, как я чувствую, было искренне. Да, но молодой человек может вас не принимать. Я старался быть более активным. Для вас это тяжело? Для вас тяжело быть более активным? С чем это связано? Ну, когда секс стал происходить только после моих инициатив, у меня не осталось сил, я просто не чувствую себя в желании любими нужными. Такое ощущение, что вам это важно, что вам это важнее всего, и что вы можете получить это только извне. Ну, вот. Не изнутри. Внутри с вами что-то не так. Да, вот. Я не уверен, но, да, ну, вот, тут вы в третьем пункте тоже повторяете. Значит, что лучше всего сделать? Лучше всего пойти на психтрапию. Вот. Сначала, сначала пойти на психтрапию. Вам самой? Вот. Сначала, сначала. Потом. 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 А, может быть, уже с целым молодым человеком. Вот. Ну, понятно. Если молодому человеку, как-то, ну, захочешь, да, этого. Вот. Вот. То, вот. Пойти с ним. Уже. На психотерапию, опять же, ну, как бы, при условии, если он, вот, а... Считает проблемой, да, вот, то, что с вами происходит. Вот. Если он, ну, как-то, согласен с тем, что это проблема. Вот. Такой момент. На это, в целом, я хотел обратить ваше внимание. Вот. Буду вам благодарен за обратную связь, по моему ответу это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.